Вечные, но не бесконечные В Евангелии никаких кривотолков по этому поводу нет, слова Христа о том, что пойдут праведники в жизнь вечную, а грешники, не покаявшиеся в муку вечную, и об озере огненном, горящем вечно, уготованном не для человека, но для дьявола и агелов его, Также нет никаких временных границ При этом действительно можно нередко встретить даже своды каких-то цитат святоотеческих, которые подтверждают эту очевидно неевангельскую мысль о временности вечных мук Вопрос пребывания души в вечности невозможно рассматривать иначе, как очами веры Поскольку мы, живущие во времени, можем рассуждать только о том, что происходит быстрее или длиннее Но в этих категориях перемен, измеряемых нами различными временными отрезками Мы не можем представить себе состояние вечности, в котором не просто очень долго идет время, а в котором времени нет Когда мы именуем Бога вечным, это одно из его апофатических свойств, то мы имеем в виду только то, что он независим от категории времени А не то, что он существует достаточно долго, бесконечно долго И время шло, или идет, или будет идти, а он все будет тем, кем он и есть Но это представление земное, это ущербное, убогое представление нашего человеческого ума, сотворенного во времени И способного мыслить этими временными категориями Когда мы говорим о Боге и о пребывании в нем А по неложному слову Нового Завета, соборного послания апостола Петра Надлежит нам стать причастниками божественного естества Вот к чему устремлено произволение всякого христианина Вот ради чего Бог воплощался и призвал нас в чудный свой свет Но это единение с Богом осуществляется в результате взаимодействия воли Божьей И того сверхъестественного промысла Божьего Который все устроил для возможности этого возвращения Свободно разумной сотворенной личности в нерасторжимый союз со своим Создателем Но предполагает и решимое, решительное произволение самого человека К этому единству Столь велик дар свободной воли, носителями которого каждый из нас является Что без этой взаимности со стороны человека Сам Бог не может заключить человека в свое вечное объятие И Отец Небесный, прекрасно изображенный Отец из притчи Христа Спасителя О возвращении блудного сына Как не широко распахивает свое объятие для того, чтобы обнять сына своего Но эти объятия возможны только тогда, когда сам сын, осознав свое погибельное состояние Принимает решение, восстану от падения своего Возвращусь к отцу своему, скажу, недостоин уже называться сыном твоим Но прими меня, как одного из наемников твоих Искренне покаявшись, сам возвращается любовью своей И мольбой о спасении к своему отцу Так и от всякого представителя рода человеческого Которому уготовано Небесное Царство и вечное единство со Христом Христос пришел ради всего человечества Ради каждого из тех, кому дано оказалось прийти из небытия в этот чудный мир И оказаться последовательно не только участником этого временного бытия Но и вечного пребывания во свете со Христом Но условия этого единства — это твое собственное к этому решительное желание И произволение, и твердое убеждение в том, что и тебе это надо Так сказано в одной из великолепных проповедей Одного из величайших православных витий, проповедников, епископа Ильи Минятия Бог хочет, чтобы ты спасся Если и ты этого хочешь, ты будешь спасен И трагедия вечных мук То есть пребывание уже вне времени, но и вне Бога Это трагедия худо использованной человеческой воли Всякое учение о конечности человеческих вечных посмертных страданий для нераскаянных Она непременно пренебрегает величием этого божественного творения Созданием иной свободной воли, подобной его И это наличие решительно, по-настоящему, полноте всей свободы И является непреодолимым препятствием к вечному единению с Богом Если только не переменится в этом произволении сам его, этого произволения Ее, этой свободной воли, носитель То есть человек, слишком велико достоинство, образ и подобие Божие Напечатленное на каждом из нас Чтобы даже в вечности им возможно было бы пренебречь Потому что единство с Божеством Возможность сочетания с ним в вечности Требует непременно наличия этой свободной воли И употребление ее в соответствии с Божественным призванием Тот же, кто не захотел быть с Богом за время своей временной жизни Не может с ним быть никогда А это и называется пребыванием в аду Вне времени и вне Божества Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!